МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о главных новостях, уходящих 7 дней. Это вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Горняки остыли, но до тех пор, пока не будут исполнены обещания. Акция протеста отложена до сентября. В вершине Теи финансы поют романцы, но местный глава готов отдать баснословные деньги за лишние квадратные метры. Чтобы не допустить неразумных трат, депутаты созывают сессию. Новый прокурор очарован видами Хакасии и не считает назначения ссылкой. Денис Попов согласован с местными властями и теперь ждет указа президента. Насколько сократятся ряды полиции и за что увольняют из органов, в интервью нашей программе расскажет министр внутренних дел республики Илья Ольховский. По последнему слову, техники могут лечить и в деревенской больнице. Жителям Целинного завидуют все села Хакасии. В новый сезон с новыми силами. Команда Саяны Хакасия освежает кровь и в очередной раз готовится покорить новые спортивные вершины. Удастся ли предотвратить социальный коллапс в абазе и вершине Теи? Вот вопрос последних дней. Рудники остановились три месяца назад и за это время большинство горняков практически потеряли надежду на возрождение предприятия. Но на этой неделе руководство компании Руда Хакасии выдало такие новости, которые кардинально меняют ситуацию. Если, конечно, это не пустые обещания и не попытка чиновников не допустить голодовки горняков. Как рабочие передумали устраивать акцию протеста? Смотрите далее. Девять утра. Рудоуправление. Кабинет директора. Но самого начальника на месте нет. За него с людьми, готовыми хоть сейчас сесть на голодовку, объясняется главный инженер. Сергей Замятин объявляет две новости, которые призваны в корне изменить настроение горняков. Долги по зарплате начнут гасить с пятницы. И главное, рудник выходит из простоя в сентябре. Оказывается, все это время на предприятии идет необходимая к этому подготовка. У нас сегодня все есть для того, чтобы запустить наше предприятие, для работы в нормальном режиме. Я еще раз повторяю, я не хочу говорить цифру 1 сентября. Предприятие может запуститься и 31 августа. Но после того, как мы получим необходимые документы по всем подъемным установкам. Обещания сменяются новыми обещаниями. Горняки проходили это не раз. Директор Руды Хакаси лично обещал им выплатить все долги на прошлой неделе. Однако денег нет до сих пор. Как объяснил рабочим Сергей Замятин, в задержке виноват Евраз, который обещал, но не перечислил деньги за поставленную ему руду раньше срока. Деньги придут в 21. Вот это, согласно договору, 30 дней после отгрузки. Придут деньги в объеме 10 миллионов. Главному инженеру пришлось больше часа отвечать на вопросы собравшихся. А у них достаточно сомнений в том, что деньги им действительно выплатят и рудник снова заработает. Ведь цены на сырье прежние, а значит нет никакой гарантии того, что кризис остался позади. Оставят ли всех? Ведь речь идет и о сокращении. О всем люди останутся, а потом куда? При возобновлении работы, продолжении на дальнейшее, вот те, какая сегодня честь у нас есть, она вся будет востребована для строительства нашего предприятия. Первого сентября опять не запускается. Дальше что? Приходит первое число или второе число сентября, и мы говорим, что мы не запускаемся. Ну тогда давайте собираться, еще будем говорить. Тем не менее, по итогам встречи горняки решили дать еще один шанс руководству компании. Стороны создали инициативную группу из числа горняков, которая будет из первых рук получать всю информацию о положении на предприятии и впоследствии передавать ее остальному коллективу. Так удастся предотвратить кривотолки, которые, как считают сами горняки, мешают адекватно воспринимать ситуацию. Что касается акции протеста, то она отложена до сентября. До сентября будем ждать, а там уже мы устали жить в мире, надо развязывать, как говорится, войну. Ну не то, чтобы войну, но надо действовать, выходить, чтобы нас услышало правительство. Если бы остались сейчас и сидели бы, продолжали свой протест, я думаю, что ничего больше, чем вот сейчас информации нам дали, не произошло бы все равно. Наша цель была все-таки, чтобы нас услышали. И услышали не то, что наше руководство, они нас так слышат и знают каждый день, а услышали нас выше. Поэтому, да, возможно, мы и отложили на данный момент, так категорично не отстояли, скажем так, голод, холод. И так, наверное, нам все это предстоит еще, зима нелегкая. Ну вот, наверное, да, в связи с этим, что нас услышали. В следующем месяце также выйдут на работу горняки вершины Тёи. За счет чего это произойдет, остается неясным. Судя по всему, волевое решение руководства Руды Хакасии в основном связано с оптимистичными прогнозами о том, что в сентябре рыночные цены на сырье могут повыситься. Монопольный же покупатель Руды, холдинг Евраз, пока не объявлял о готовности менять свою позицию и платить за концентрат больше, чем он стоит сейчас. Кстати, первоначальная дата, когда должен решиться вопрос по цене, также переместилась. С 21 августа на 23 или даже 25 число. Тем временем в поселке Вершина Тёи, который финансово полностью зависит от стабильности Рудника, разгорается скандал, главный фигурант которого – председатель постсовета Сергей Дегтярев. Он пожелал купить цокольный этаж в одной из новостроек и готов потратить на это 20 миллионов рублей. При том, что в местной казне денег нет не то, что на дорогие покупки, зарплату бюджетникам не платят второй месяц. Конкурс, возможно, бы и состоялся, если бы не бдительность Общероссийского народного фронта. Его активисты намерены добиться отмены торгов. То есть бюджет, он вообще сдувается на глазах. Его не было. Его не было. И сейчас и 20 миллионов рублей, с учетом сложной обстановки в принципе финансовой у нас в республике Хакасия, с учетом пожаров, которые произошли, мы за 20 миллионов рублей покупаем цокольный этаж. Максим Мореев возглавляет рабочую группу «Честная эффективная экономика», которая внимательно следит за тратами чиновников всех уровней. И как только на сайте госзакупок появилось объявление постсовета вершины Тёи, начали собственное расследование. Зачем администрации помещение в 650 квадратных метров, глава Сергей Дегтярев так и не смог объяснить. Целевое назначение данного помещения тоже не прослеживается. Для чего? И изначально было желание переселить в это помещение постсовет сам, который находится в здании милиции на втором этаже, здание действительно ветхое. После этого тренажерные залы, после этого компьютерные залы. В общем, ничего конкретного нет. В фронтовике обнародовали скандальный факт еще и потому, что цокольное помещение, которое пожелал глава вершины Тёи, находится в доме, построенном на федеральные средства для переселенцев из аварийного жилья. И никаких коммерческих квадратных метров там быть не может. Какие отношения связывают застройщика, который владеет цокольным этажом, и главу постсовета, должны разобраться компетентные органы, считают активисты ОНФ. Тем временем скандалом решили заняться и депутаты вершины Тёи. В предстоящий четверг они обсудят поведение Сергея Дегтярева. Ни один депутат не высказался за приобретение. Более того, даже если есть возможность республике какие-то денежные средства затратить на это приобретение, то хотелось бы их увидеть, мы хотим, депутаты, видеть эти деньги в котельной, которая на сегодняшний день не готова 100% к запуску. Получить комментарий Сергея Дегтярева не удалось. Глава постсовета избегает всяких контактов и не берет мобильный телефон. По словам председателя Совета депутатов, ей также не удается дозвониться до него. Но долго хранить молчание у виновника скандала вряд ли получится. Общественники готовят письма в правительство и прокуратуру, а это уже совсем другой уровень вопросов. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. В республику приехал новый прокурор Денис Попов. Его кандидатуру единогласно согласовали глава республики и депутаты Верховного Совета. Теперь необходим указ президента, после чего новый руководитель надзорного ведомства сможет приступить к своей работе. Затем, как депутаты голосовали за Попова, наблюдал Константин Кравцов. 20-я, внеочередная сессия депутатов Верховного Совета имела довольно нестандартный характер. Парламентарии оценивают кандидата на должность прокурора республики. Дениса Попова представляет лично Иван Семчишин, заместитель генерального прокурора страны. В органах прокуратуры зарекомендовался квалифицированным профессионально-грамотным инициативным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. За примерное и славнее служебного долга имеет звание почетного работника прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации считает, что по своим профессиональным и деловым качествам Попов Дмитрий Геннадьевич способен организовать деятельность прокуратуры республики Хакасия в соответствии с предъявляемыми требованиями. Денис Геннадьевич, коллеги, перед вами, является государственным советником юстиции, то есть по-военному первый генеральский чин он получил, уже находясь на работе в Тульской области. Это именно тот случай, когда прокурор волнуется, словно студент перед экзаменом. Несмотря на то, что Дениса Попова рекомендовал главный надзорник страны, Юрий Чайко, но это еще не факт, что Попов сразу начнет работу в Хакасии. Согласно закону, кандидат должен быть утвержден главой Хакасии и местным парламентом. И вот первый вопрос одного из депутатов. Как Денис Попов относится к палочной системе в правоохранительных органах? Ведь зачастую в погоне за показателями страдает результат. Кандидат дал понять однозначно, такой метод не приветствует. Все правоохранительные органы должны взаимодействовать и реагировать на нарушение закона, прежде всего. Дробление актов реагирования на несколько, для того, чтобы улучшить те или иные показатели, как вы говорите, оно недопустимо. Все должно быть соразмерно. Депутаты практически единогласно и без вопросов одобрили кандидата на должность главного надзорника республики. Впрочем, Денис Попов и после этого не имеет права приступить к работе. Его кандидатуру еще должен рассмотреть лично Владимир Путин. Конкретные сроки пока не определены. Но, а несмотря на то, что сам кандидат приехал из Тульской области, дал понять, что в курсе местных проблем и знает решение. Есть наболевшие проблемы, есть, так скажем, вопросы, которым нужно уделить пристальное внимание, причем незамедлительно впереди. Вы сами знаете, и отопительный сезон, и много других проблем существует на сегодняшний момент в Хакасии. Я думаю, что как только президент окажет недоверие, мы незамедлительно будем этим заниматься. Кстати, именно на парламентской сессии местным журналистам впервые удалось пообщаться с Денисом Поповым. Ну, а он, пользуясь случаем, рассказал о своих впечатлениях о Хакасии. Я так скажу, хорошая республика. Ну, по нашим меркам, наверное, но можно назвать и курортом, потому что здесь и достаточное количество солнца, красоты каких нет, наверное, нигде в нашей стране, хотя каждый регион может с этим поспорить. Но, тем не менее, я с удовольствием принял это предложение. Если мне окажут доверие, я здесь задержусь, и хотелось бы надолго. Впрочем, парламентариям предстояло рассмотреть не только прокурорский вопрос, но и еще ряд законопроектов. Один из них касается будущего бюджета, о приватизации госимущества. По мнению инициаторов, чтобы оптимизировать работу некоторых организаций, их нужно отдать в руки инвесторов. В частности, это касается горнолыжного курорта «Гладенькая». Республика владеет почти половиной его акций. Остальные принадлежат частному лицу. Элитный комплекс, судя по всему, тяготит республиканский бюджет, содержать его невыгодно и проще продать. Такая же ситуация складывается и вокруг типографии «Хакассия». Речь идет о двух объектах. Это «Гладенькая» наш туристический комплекс, где республика имеет достаточно большую, около 50% долю. И второй объект – это типография, где также определенная доля 40% была выставлена на торги, который, в принципе, победитель, который получился, он, к сожалению, не выполнил свои обязательства, не внес в полном мере деньги необходимые. Поэтому запускается заново процесс. И почему именно сейчас срочно? Это связано с тем, что в сентябре месяце будет уточняться бюджет. И эти суммы, которые, возможно, бюджет может получить в результате этой приватизации, они должны быть учтены в бюджете. В результате решения о приватизации акции одобрил 31 депутат. Трое воздержались. Судя по всему, объекты все же уйдут с молотка в ближайшее время. Конечно, при условии, что найдется богатый покупатель. Сумма сделки оценивается не в один десяток миллионов рублей. К слову о работе прошлого руководителя прокуратуры. Именно под его началом появился ряд уголовных дел против высокопоставленных лиц. Одно из первых касается бывшего начальника управления МЧС Андрея Фирсова. Генерал-майор обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. В его ведомстве действовала система вымогательства, когда работников заставляли делиться частью премии с вышестоящими начальниками. Именно комментируя скандал в чрезвычайном ведомстве, руководитель надзорного органа произнес коронную фразу «рыба гниет с головы». Впоследствии на Фирсова завели уголовное дело и уволили с должности. Но до судебного процесса и приговора дело не дошло. Как сообщили в Следственном комитете, экс-глава управления МЧС попал под амнистию, объявленную в честь Дня Победы. Впрочем, амнистия не является для него реабилитирующим основанием. В четверг Виктор Зимин вновь сверил часы, как идет строительство жилья для погорельцев. По последним данным, из необходимых 1100 домов уже готово более 900. В передовиках Алтайский район, он практически полностью восстановлен. В отстающих Ширинские и Бейские районы. И там строителям придется сильно постараться, чтобы успеть к первому сентября. Один из самых обсуждаемых вопросов последних дней – акты приемки передачи, которые должны подписать погорельцы. Многие не хотят этого делать, так как их жилье не готово на 100% к сдаче. Правительстве уверяют, другого пути нет. И людям надо довериться властям, иначе процесс осложнится. Знаю ситуацию по каждому населенному пункту, коллеги. Там, где есть какие-то недочеты, недоделки, все должно быть в самое ближайшее время исправлено и доделано. Жителей прошу не переживать. Руководителя штаба, кураторам, главы муниципальных образований взять эти вопросы на особый контроль. В селе Целинное одной стройкой стало меньше. Там скоро откроется новая амбулатория, благодаря которой на порядок повысится уровень медобслуживания. А еще село получило в подарок новый пожарный автомобиль и карету скорой помощи. Из Ширинского района репортаж Елены Крыловой. В Целинном сегодня день села. 60 лет поселку Круглой Дате. Он получает сразу три больших подарка. Пожарную машину, автомобиль скорой помощи и новую амбулаторию. Так как мы страховая компания, мы и по закону, и по сути страхового бизнеса, к сожалению, очень часто сталкиваемся с человеческими трагедиями. В 2010 году, когда в Выксе, в Нижнем Новгороде, произошел похожий случай, похожая трагедия, когда горели леса, горели тоже поселки, мы решили, что мы будем помогать людям в качестве благотворительности. Инга Страх одаривает поселок, чтобы он быстрее оправился от пожаров. 12 апреля здесь сгорело 12 квартир. Пожарный автомобиль у нас был Республикой Подалиной 4 года назад, в 2011 году, на базе газа Черногорского МЧС. На сегодняшний день мы им спасли наше село. Сейчас, в данный момент, будем стараться расширять, выходить с просьбой на МЧС Хакасии, для того, чтобы нам расширили вакансию, и сделать свое депо. Новый пожарный автомобиль ГАЗ емкостью 8 кубов. Самая мощная и удобная для сельских условий машина. Один из двух водителей местной пожарной бригады впервые открывает дверь. Замок не барахлит. Высший класс. Новая техника. Есть новая техника. Тем временем, врач с 25-летним стажем, кажется, и передать не может всех эмоций. Знаете, мы такие довольные, потому что у нас такого автомобиля не было. Просто сам так, мы автомобили терапируют. Но автомобиль, автомобиль, я больше всего довольна была туре. Новый автомобиль скорой помощи «Реанимобиль», тоже отечественный, сверхточной медицинской техники, здесь на 5 миллионов. Реанимационный автомобиль практически класса «С». Если зайти посмотреть на сегодняшний день, в этом автомобиле можно полностью оказывать реанимационное пособие. Он укомплектован, если видели, стоит дефибриллятор, стоит наркозно-дыхательный аппарат на сегодняшний отсасыватель. То есть шины, пневмашины. То есть он оборудован по последнему как раз слову медицинской техники для того, чтобы оказывать квалифицированную, специализированную медицинскую помощь. Ближайшее время уйдет как у пожарных, так и у медиков на изучение новой техники. Но, пожалуй, врачам на сегодняшнем празднике повезло больше. Это главный подарок страховщиков. Теперь у них будут человеческие условия работы. Амбулаторию построили всего за полтора месяца. Здесь будет фельдшерский кабинет, кабинет для осмотра, физиокабинет. Здесь можно будет сделать ЭКГ. Здание будет полностью укомплектовано самым современным оборудованием. Первых пациентов амбулатория примет 1 сентября. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Полиция Хакасии готовится к очередному сокращению штатов. Оно проводится в рамках всеобщей оптимизации госструктур, объявленной еще в начале года. Впрочем, в ведомстве не забывают очищать свои ряды от сотрудников, позорящих честь мундира. Об этом, а также о работе силовиков в зоне масштабной стройки мы поговорили с главой республиканского МВД Ильей Ольховским. Добрый день, Илья Иванович. Добрый день. Итак, вот первый вопрос, о чем хотелось бы спросить, это насколько были сокращены структуры МВД в Хакасии, да? Насколько мы помним, в начале года вот у нас шло такое всеобщее сокращение госструктур, оно также коснулось и силовых органов. Ну, вы знаете о том, что у нас уже такая очередная волна прошла, это было несколько лет тому назад, в этом году, нам предстоит, мы еще, есть такое новое слово появилось, оптимизация, пройти этот этап. Значит, примерно на 7% мы, от всего личного состава, у нас подлежит сокращению или оптимизации личного состава, вот общего списка. Хочу сказать, что в этом году сама политика сокращения очень грамотно проходит. Мы с января, с февраля месяца текущего года практически не принимали сотрудников на прохождение службы в органы внутренних дел. Таким образом, был создан так называемый кадровый резерв, который позволяет сейчас часть сотрудников, которые имеют определенную подготовку, образовательный ценз переместить на те должности, которые у нас вот в процессе повседневной жизни стали вакантными должностями. Но все-таки какими подразделениями решили пожертвовать и как в связи с этим будет перестроена их работа? Основная масса сокращения, которая происходит в этом году, она будет проходить за счет так называемой вневедомственной охраны подразделения, которое занимается охранными функциями. Мы фактически снимаем посты, начиная от правительства, прокуратуры, других органов, где выполняли функции сторожей. И эти должности у нас будут сокращаться. Там же, где группы задержания, там, где мы охраняем квартиры, другие особо важные государственные объекты, значит, эти подразделения, они останутся в полной селе. Это первое. И будет произведено еще сокращение аппарата МВД, чисто аппарата МВД. Мы сокращаем 32 единицы. Самое основное, что ни одной единицы в территориальных органах внутренних дел, которые работают на земле, сокращаться не будет. Это первый основной такой посыл. Второе, то, что мы все те структуры, которые существуют, следствия, уголовные розыскы, ну так называемые ведущие службы, они также не пострадают от этого сокращения. Вот 2015-й у нас проходит под знаком восстановления республики после апрельских пожаров. Известно, что правоохранительные органы также принимают активное участие в охране территории пострадавших от стихии. Вот можете уже обозначить какие-то результаты, как много было случаев мародерства, как вообще удалось вам сохранить там порядок? Очень серьезную помощь нам оказала МВД России и буквально нам дополнительно к нашему личному составу еще было выделено более 100 сотрудников, которые в настоящее время принимают участие в охране общественного порядка в тех районах, где произошла эта беда. Причем принимают очень активное участие, посещено более 2000 административных правонарушений и десятки раскрытых поступлений, где принимали участие наряду с нашими сотрудниками, понимали участие и понимают участие, потому что они и сегодня еще проходят службу до 1 сентября на нашей территории. Илья Иванович, хотел уточнить, 2000 административных правонарушений, это речь о чем идет? Самая главная задача, которая стояла в целом перед системой МВД, это не допустить мародерства, не допустить каких-то массовых нарушений общественного порядка. Там, где связано со строительством, в целом на сегодняшний день зафиксировано 20 преступлений, связанные с хищением стройматериалов и как бы все то, что связано. Я считаю, что за такой промежуток времени это довольно незначительное количество, и причем серьезных преступлений не было. Основная масса из тех преступлений, вот из этих 20, которые были совершены, основная масса, она раскрыта, и виновные на сегодняшний день привлекаются к уголовной ответственности. Как правило, это хищение стройматериалов самими же рабочими для того, чтобы их продать и убытыбить на приобретение спиртных напитков. Вот чистота рядов в органах правопорядка всегда тоже такой особый вопрос, который интересует общественность. В этом году сколько полицейских было уволено по отрицательным мотивам? Та реформа, которая, переход от милиции к полиции, атеционные мероприятия, они, конечно, сказываются. Я более того хочу сказать, что сегодня поступить в органы внутренних дел, мне кажется, в космонавтов быстрее и легче поступить. Несмотря даже на то, что мы принимаем такие очень серьезные меры, к сожалению, наверное, как и в любом коллективе, а у нас коллектив не маленький, есть те сотрудники, которые не допонимают, не оценивают, может быть, и не дорожат званием сотрудника полиции. Мы в этом году уволили по отрицательным мотивам 13 сотрудников. Как правило, это за употребление спиртных напитков. Вы не работаете? Нет, это управление автотранспортным средствами в состоянии алкогольного опьянения. Хочу сказать, что мы очень жесткую политику к этому принимаем. К сожалению, несколько полковников вынуждены были снять погоны и быть уволены по отрицательным мотивам, именно за то, что не понимали того, что в первую очередь с них будет такой спрос. А грубых правонарушений, связанных с уголовной ответственностью, не было? Ну, нас мы увольняли тоже из-за грубых нарушений. Вы знаете о том, что по факту было возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, которая, в общем-то, расследовалась, и сотрудники признаны были виновными, и в отношении их был применен акт амнистии. Одно из заметных событий недели – это приезд нового прокурора, очевидно. Осталось еще его утвердить указом президента. Как вы, как глава МВД Хакасии, будете выстраивать отношения с новым руководителем надзорного ведомства? Ведь вы достаточно плотно взаимодействуете, друг от друга зависите. Я хочу сказать, что цели у нас и методика работы разные, потому что они надзорные прокуратура, они контролирующие органы, мы исполнители. Но задачи у нас одинаковые. А задача у нас единая – это охрана общественного порядка, наведение порядка, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным. Поэтому в связи с тем, что задача наша общая, я думаю, что и теми правовыми нормами, которые на сегодняшний день существуют, мы и будем совместно наводить порядок. На самом деле высокие профессионалы сегодня в прокуратуре работают. Люди имеют определенный опыт, знание, познание. Поэтому с ними и удобно, и хорошо работать. Для вас важно, наверное, иметь плодотворные отношения с таким органом? Конечно, конечно. Если человек работает как профессионал, или человек, который работает с опломбом, наверное, это разные вещи. Илья Иванович, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Удачи вам всем, всего доброго. Всего доброго. А сейчас наша рубрика посвящена юбилею Великой Победы. И сегодня речь пойдет о Николае Гастелло. Советский летчик прославился тем, что первым совершил огненный таран. Звание героя он получил посмертно. На улице Гастелло побывала Мария Добрынина. Эта улица в Абаканском микрорайоне Гавань свое имя получила в начале 50-х годов 20 века. В это время в столице Хакасской автономной области началась кампания по увековечиванию имен героев Великой Отечественной войны. Улицы дали имя Николая Гастелло. Героем Советского Союза он стал одним из первых. Свой первый боевой вылет капитан Гастелло совершил через час после начала войны. Командир эскадрильи бомбардировщиков был опытным летчиком. Воевал на Холхенголе и Финской. 26 июня 1941 года самолет Гастелло был подбит. Вражеский снаряд повредил топливный бак. И Гастелло совершил огненный таран. Направил горящую машину на механизированную колонну врага. Конечно помнили о Гастелло. В то время это был пример большой для нашего поколения. И мы гордились этим. И всегда проводили такие памятные линейки. Сегодня как-то немножко уходит в забытие. Но вот последние годы все это восстанавливается. Одним из первых участников Великой Отечественной войны Гастелло был удостоен звания Героя Советского Союза. Позже летчиков, кто применял огненный таран, взрывая себя вместе с врагами, стали называть Гастелловцами. В честь легендарного командира авиазвена сотням улиц и школ было присвоено имя Героя. Протоколом номер 6 заседания Исполнительного комитета Баканского городского совета депутатов трудящихся 13 февраля 1952 года улица Третья Песочная была переименована на улицу имени Гастелло. Абакан – не единственный город Хакасии, где увековечили имя Героя. В Черногорске есть одноименная улица. Всего за период Великой Отечественной войны, по примеру Николая Гастелло, было совершено более тысячи таранов с применением самолета в воздухе, на воде и на земле. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. События недели. Саян и Хакасия готовятся к предстоящему сезону. В этом году наша команда пополнила сразу пятью новыми игроками. Тренеры ставят цель перед хоккеистами попасть в Суперлигу. За тренировкой наблюдали наши корреспонденты. Любопытно, смогли бы так играть в хоккей футболисты, как хоккеисты играют в футбол. У Саян Хакасии самый разгар летней тренировки. На поле весь состав, причем заметно обновленный. В этом году у клуба сразу пять приобретений. Саяны серьезно усилили атакующие позиции. Теперь за честь Хакасии будут выступать хоккеисты из Кемерово, Оренбурга и Новосибирска. И, возможно, это еще не все. Хотелось бы по рисунку игры, по нашему тренерскому мышлению, видению игры усилить борта. И так как у нас в том году, вы знаете, играл Алексей Терентьев, это опытный защитник, вот такого уровня бы нам защитника еще подкупить. И вот это было бы вообще здорово. Средний возраст хоккеиста Саян – 26 лет. В этом году тренерский состав сделал ставку на молодых. В числе новичков 22-летний полузащитник Максим Василенко. Воспитанник Кемеровской школы, мастер спорта. В составе Кузбасса провел около 60 матчей в Суперлиге. У меня уже есть определенный опыт выступления в таких соревнованиях. Я думаю, поэтому меня сюда и пригласили. Может, какие-то есть причины, по которым я не мог себя так проявить в Кузбассе. То есть, чего-то, может, мне не хватало как-то. Поэтому я решил попробовать себя на новом поприще. Пока в команде я хотел бы, конечно же, отметить капитана Жеку Ткачука. То есть, он, мне кажется, больше всех выделяется. То есть, игрок уже опытный. Окончательный состав клуба станет известен по окончании первого этапа Кубка России. В сентябре Саян и Хакасия могут пополниться еще одним-двумя игроками. Мы постараемся порадовать своих болельщиков. И позволю себе так предположить, что основной задачей, не всякого сомнения, будет победа в группе, выход в финальную пульку. И будем бороться за призовые места финальной пульки за выход в Суперлигу. В конце августа наши хоккеисты проведут две недели в Красноярске. Там Саяна и Хакасия будут тренироваться на ледовом поле Первомайский. После чего снова вернутся в Хакасию. Опробовать же свой домашний лед Саяны смогут только в середине ноября. Примерно в этих числах и стартует первенство России среди команд высшей лиги. Елена Крылова, Сергей Казьмин. Вести, Хакасия. События недели. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Материалы программы также размещены на сайте вести-хакасия.рф. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.